друзья всем привет с вами канал жизнь на подоконнике сегодня у нас 30 мая видео у нас с 30 мая по 22 июня о приобретении и пересадки орхидеи wildcat дикий кот я думаю что очень многие знают эту орхидею если не знаете из интернета я вам обязательно вставлю картиночку потому что сейчас я купила его не цветущим подросткам купила его на выставке орхидею за 950 рублей выбрала вот такой горшочек это не на глаз матовый зеленый горшок он с одной дырочкой я хотела из него сделать закрытую систему и заклеить скотчем но не получилось все равно этот скотч ведь он сдвигается поэтому можно сказать будет полус почти закрытая система с одной маленькой дырочкой будет горшочек почему собственно я выбрала именно такого цвета горшок потому что у дикого кота цветы они у него малиновые в крапинку в яркую такую малиновую крапинку но у него очень сильно просвечивает видна в этих цветах очень красивая зеленца вот чем не привлекает именно дикий кот тем что у него цветы малиновый с зеленым и мне подумалось что вместе с этим горшком зеленого цвета будет смотреться очень гармонично если он зацветет в ближайшее время в этом видео это видео не одного дня она начинается 30 мая и заканчивается 22 июня чуть чуть больше трех недель я вам расскажу покажу как его что я его пересадила и результаты этой пересадки одну что такие видео очень важны чтобы вы сразу посмотрели как себя чувствует орхидеи не через месяц искали новое видео а именно в одном видео и так достать у меня его не получилось он растет во мхе в таком виде он приходит от поставщика я уже пересаживала одну азиатскую орхидею не цветущую который я покупала в размере подростка это blue sapphire на канале тоже есть это видео я оставлю его в рекомендованных справа вверху будет подсказочка очень быстро после пересадки орхидея у меня выдала и корни и цветонос я честно говоря была очень довольна blue sapphire я пересаживала в архиад в этот раз вот этот дикий котик у меня будет пересаживать смешанный грунт там будет все и кора и пробка и пеностекло и мох так как он привык к моху он в нем родился вырос так сказать не родился но роз соответственно он привык к довольно сильно увлажненную грунту его нельзя просто взять и пересадить какой-то не влагоемкий грунт он может от этого заболеть ну погибнет не погибнет но чувствует себя очень плохо и так аккуратно вынула из горшка пришлось мне его разрезать он не доставался корни для нас намного важнее чем горшок стараемся сохранить абсолютно все корни если будут какие-то мини повреждения ничего страшного но все-таки наша задача никуда не торопясь аккуратно убирать весь этот ком маха производитель рекомендует пересаживать сразу же орхидеи которые к вам приехали я знаю что многие не пересаживают из этого мхану мне говорили люди у которых я покупала что лучше пересаживать я все-таки с этим соглашусь например большие магазинные орхидеи я не сторонник пересаживать а здесь все-таки говорят что вот в этом хер с которым он приехал могут быть и бактерии и вирусы и возможно какие-то препараты которыми кормили от орхидеи и мы не за не знаем с вами как и лучше этот мог потом не использовать если вы все-таки хотите его использовать то желательно его прокипятить я не использую я выбрасываю такой мог сейчас аккуратно никуда не торопясь очень медленно постараюсь сохранить все корешки я этот мог убираю корней много орхидеи в довольно хорошем состоянии у нее несколько листиков хороших и у нее довольно много зеленых и крепких корешков вообще как я узнала позже уже орхидеи именно дикий кот она очень как бы любит нарастить большое количество корней и вполне возможно что через какое-то время мне придется из не так не большого такого зеленого горшочка вот который вы видите возможно мне придется пересадить ее в гораздо больше горшок по крайней мере я читала про то что дикие коты прям мастера наращивать большую корневую систему ну мы это с вами посмотрим я все-таки хотела бы чтобы у меня цветение прошло именно в этом зеленом горшочки и показать вам как все таки это выглядит ну будем следить как бы наблюдать здесь увидите маленькие еще совсем детские листики у него есть вот есть какой-то вот загнивший корешок один от него остался только тяж с этой стороны один из той стороны один час мы с вами их обрежем аккуратненько вот видите небольшие тяжи где то есть но в основном в основном орхидеи выглядит очень хорошо все у нее в порядке что очень конечно радует убираем сухие корни подгнившие по максимуму освобождаем от мха в котором орхидейка росла вот такая у нас корневая очень неплохая вполне себе жизнеспособная орхидея молодая свежая сейчас мы срежем какие-то небольшие совсем сухие участки эти же вот эти срежем несмотря на то что там был маленький кусочек живого корня но у нее достаточно корней для того чтобы расти и развиваться тут просто какие-то минимальные вообще изменения в корневой мы делаем срезаем пару тяжей и убираем там пару сухих или гнилых корешков то есть буквально минимальная обработка а все остальное вполне себе прекрасное смотрим подходит ли нам размер корневой к размеру коршка мне кажется что вполне себе он подходит очень даже по моему на мой взгляд эти два товарища совместим вот мой грунт смотрите там у меня совершенно смешанный грунт его часть я даже обычную пробку от бутылок нарезаю она тоже прекрасно подходит в качестве грунтом пеностекло керамзит кора крупной фракции ее можно измельчить что тут еще уголь который препятствует загниванию корней вот такой у меня смешанный грунт который я делаю сама что-то у меня остается из наборов которые я покупаю что-то как добавляется вот как керамзит пробка пеностекло и получается вот такая вот смесь за этот грунт я очень волнуюсь точнее не за грунт а за горшок от крупная кора ведь она не очень влагоемкая почему я волнуюсь за эту смесь а волнуюсь я за нее потому что за смесь не за смесь на горшок волнуюсь я потому что зимой я сажала так орхидеи в такой же горшок только белого цвета но там был грунт фаска он был отвратительный и к сожалению у меня три орхидеи чуть не погибли в том числе в таком горшочке меня были мысли и подозрения что возможно это связано с горшком потому что он слишком закрытый но во первых я вам покажу результат в конце видео сейчас скоро а во вторых уже ни одна орхидея у меня растет закрытом горшке прекрасно себя чувствует развивается растет корни и ну видимо дело все-таки не в этом а именно в том грунте смесью которая перед вами я заполняю горшок просто все перемешивая стараясь чтобы орхидея у меня была по центру и сверху верхним слоем я кладу довольно большое количество мха получается вот такая вот посадка так как все части грунта у меня были абсолютно сухие сверху я просто опрыскаю сейчас мог небольшим количеством воды и оставлю ее в таком виде получилось очень красиво очень нежно очень хорошо сочетается с этим зелененьким горшочком несмотря на то что он полупрозрачной матовый все равно корни в нем рассмотреть можно вот у нас остался какой-то грунт какое-то количество какая-то часть на этот горшочек ушла один листик и она и все таки удалю потому что он очень низко оказался ниже посадки он может начать загнивать а нам как бы это не нужно но может загнивать шея потом планирую поливать немножко сверху мох опрыскивать для того чтобы он был постоянно влажным и какую-то часть поливать в поддон для того чтобы орхидея пропитывалась водой вот так на 30 июня все это у нас с вами выглядит и прошло на три недели через три недели вы увидите результаты пересадки данной орхидеи вот друзья сегодня у нас 22 июня чуть чуть больше трех недель прошло что я могу сказать орхидея ужасный водохлеб меня не было дома всего лишь пять дней видели там корешок растет новенький и посмотрите она уже свесила свои ушки и так уже было не один раз вот именно дикий кот нужно поливать обязательно и часто очень любит он попить водичку но зато смотрите что мы видим два новых корешка и скорее всего этот цветонос очень приятные новости я очень рада удовлетворена происходящим посадкой очень счастлива от того что появился скорее всего цветонос друзья всем рекомендую пересаживать если вопросы спрашивайте подписывайтесь на канал жизни на подоконнике